Игнатий Тихонович, я хочу напомнить, я вам как-то звонила, по-моему, в понедельник, разговаривала с вами по поводу, как помочь сыну вернуться в православие. А сейчас у меня такой вопрос. Я с ними разговаривала, это отдельная тема. Конечно, они сразу же сказали, что, мама, мы теперь будем бояться своего влияния на наших детей. Вот, естественно, я сказала, во-первых, я ни в коем случае от вас не скрывала о том, что я ходила в православный храм и продолжала ходить. И чего вдруг? И вот сейчас, когда молюсь, приходят мысли о том, что организовать встречу с вами, нашего пастыря. Пожалуйста. Вот я хотела спросить у вас совет. Я вот видела, что вы разговариваете с ними, вот кто-то из Нью-Джерси был, по-моему, Шевченко, я не помню. Так хорошо и так долго вы с ним разговаривали, по-моему, из Нью-Джерси. Шаповалов. Шаповалов, да, да, Шаповалов. И меня интересует, он на вас вышел? Как он вас нашел? Понимаете? Если я это искала, я действительно стучалась и ногами, и руками, и головой, и вдруг я нашла вас, и я не могу оторваться. А эти люди, они даже не хотят дверь открывать. Понимаете? Молодежь может быть, потому что их интересует очень многое. Как он вас нашел? Так там не один, а еще один такой же баптист за машиной, сидит в машине, едет по Америке, оба они из Америки. Мало того, книги купили, книги. Как нашли? Я, говорит, искал, где так вот, то-то какой-то вопрос определенный. Но так как у нас много роликов, он вышел на них. Все-таки у нас не два ролика, а 4250, примерно, наших роликов. И вот так люди приходят. Совершенно новые люди постоянно приходят. А одни ищут там воспитание детей, третий непорядок в семье, четвертый думает, куда переехать. Ну а у нас деревня строится. Начинает говорить о воспитании детей. А вот я начальник детского лагеря. А преподавание я в разных университетах занятий вел. То есть, а радиопередача я три радиопрограммы. То есть, они на что-то. И везде у нас ролики выставляются. А они у нас не составляются. Вот как есть, вот поговорили вот с вами. Я так и поставил. Вы видели ваш ролик? Да, 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 да. Нет, там не добавляется, не высмеивается. Ничего этого нету. Нам это не положено. Мы просто любим свою работу и понимаем. Я уважаю своих читателей. Даже самое невыгодное для нас я печатаю. И говорят, вот это бы люди не знали, что у вас в деревне делается. Я абсолютно все печатаю. Почему? Человек должен видеть и понимать. Библия говорит обо всем. Давид согрешил дважды смертно. Чушую жену отнял. Хозяина убил. Зачем это печатать в Библии? Авраам Сару, считай, сдал фараону-то. Тебе, ты там под фараона будешь, а мне легко будет, хорошо. И это все напечатано. Лот жил с двумя дочерями своими. Зачем это печатать? Люди соблазняются. Не надо лукавить. Это Бог. Бог решил так поместить в Святой Библии. Так и здесь. Если они придут, мы будем говорить открыто. Поэтому я вот думала, как же заинтересовать. Начинать потихонечку шпионить и подбрасывать какие-то ваши... Вот это я просто думала, может быть, у вас уже есть какая-то практика, потому что вы имеете огромную практику общения, тем более с этими людьми. Поэтому я даже не знала, с чего начать. Ну, безусловно, я сейчас буду молиться, потому что в это воскресенье я буду уже с ним разговаривать. Я буду с ним разговаривать, потому что он очень приятный молодой человек. Но я буду надеяться, что он будет открыт, потому что вот сколько я с ним не вела таких бесед. Я приводила какие-то примеры. И он говорит, ты знаешь, вот если бы ты хоть кого-нибудь мне нашла, потому что на моем пути не встретились люди из православия, с которыми можно было о чем-то поговорить. И вдруг вот у меня такая возможность, и поэтому я думала, может быть, вы что-то мне подскажете, как начать. А тут никакой подсказки не может быть. Нужно прямо идти и в лоб. Что, Володя, вы как-то у меня спрашивали, что сейчас я нашла человека. Завтра в это время вот как, подходит вам? Я должна с ним встретиться только в воскресенье. У нас же все работают. Сейчас у меня пятница. Так завтра-то в воскресенье и будет. Суббота у нас. Ой, это у вас уже суббота. У меня сейчас половину пятого утра. Я еще нахожусь утром. Я хочу попробовать. Если вы за, огромное спасибо, потому что я не знала, как вы на это реагируете. И плюс еще время. Значит, я постараюсь завтра. А вы говорите в это время? Ну, а вы запишите. С четырех до 17.00 по Москве. А сейчас как раз я попала к вам. У вас около четырех, да? У нас разница на четыре часа с Москвой разница. А вы по Москве. Я вам по Москве говорю. На завтра воскресенье у нас мы придем. Это будет по Москве. Я скажу вас сколько-то. Десять, двенадцать, два. В десять по Москве. С десяти завтра. Потому что у нас богослужение будет. Занятие. Да. Вот с десяти до семнадцати. С десяти утра это получится, да? Вот с десяти по семнадцати по Москве. Смотрите. Да, да. С десяти а.м. утра это получится. До семнадцати. Я попробую, что получится завтра. И я брошу вам сообщение в скайп. Он согласился, не согласился, что у него там со временем. И, конечно, я буду надеяться. Потому что нет времени, конечно. Откладывать нельзя. Откладывать нельзя. Огромное вам спасибо. Вы ему покажите на наш сайт, на форум. Там очень и очень большой материал. Я пятьдесят три года среди сектантов тружусь. У нас сколько пришло руководителей сектанты. От разных названий секты-то. И они пришли, некоторые стали священниками. Точно. Я делал, что они будут хорошими священниками. Я знаю. Да. Потому что, ну, вы были в этой среде. Я их знаю хорошо. Они добрые. А это туда и тянет, конечно. Туда и тянет. Но просто после определенного времени смотришь. А! И вот она устанавливается. И когда начинаешь что-то спрашивать, где-то углубляться, они устанавливают. Нет, нет, не нужно. Я говорю, у вас не может это удовлетворять. Это не может никого удовлетворять. Я не понимаю, почему. А любовь у них искренняя. Любовь у них искренняя. Большая любовь. Я такую любовь еще не встречала. У вас очень сильное освещение лица. О, это здесь у меня. Хотя у меня ночь сейчас. Я все закрыла. Я даже не могу. Если я выключу здесь свет, он выключится везде. Потому что я до сих пор в офисе на работе. Я здесь открываюсь. У нас практически кроме меня начальника и моего мужа тут практически никого нет. А они все уже ушли. Муж работает ночью. И вот я копчу над всем этим. Вот пускай он приготовит вопросы, какие у него есть. И мы спокойно обсудим на самом деле. Шаблонные вопросы. Абсолютные, шаблонные. Вот то, что вы говорите. Вы просто читаете их мысли. Вы их выучили. Икона, крещение. Я, кстати, про епископат. Они, знаете, начинают какие-то нововведения вводить. Уже есть, когда я пришла сколько? Четыре года назад. Потому что мой сын встретился с девочкой и полюбил ее. И я, в общем-то, я не была инициатором. Вернее, я не была против. Но когда мама моей невестки захотела со мной пообщаться и сказала, мне это как-то так немножко и насторожило с одной стороны. А с другой стороны, ну, короче, я действительно испугалась, что там сын натворил. И сын понравился. И они сказали, что мы с удовольствием хотели поближе с вами познакомиться. И никаких толканий не было, никакой пропаганды не было. Потому что сын стал ходить. И вот потихонечку я стала туда приходить. Естественно, кроме радости, я ничего не почувствовала до определенного момента. И слава Богу, этот момент настал. И слава Богу, все вовремя. И вас мы нашли. И я абсолютно уверена, что они обратятся и будут очень хорошими священниками. Потому что база у них, конечно, есть. Может быть, они, знаете, иногда они боятся даже заглядывать. Потому что вдруг, я вот недавно, буквально два месяца назад, узнала о том, что есть исповедь перед причастием. Я говорю, какая исповедь? Вы постоянно говорите, не нужно никакого священника, не нужно никакой между мной и Богом. Никто не должен находиться вот сам себе во время молитвы. Да, ну вот, вот сейчас у нас есть исповедь. Я говорю, в каком плане? Человек должен, наш член общины должен найти кого-то, кого он считает нужным, кому он может довериться, и он должен ему исповедоваться. А зачем? Если он не сакральный, у него нету права прощать грехи, только у священника. Он говорит, властью данная не от Бога, я разрешаю тебе от грехов, которые ты назвал. А они-то не имеют этого, они подражательно пытаются. Вот, в том-то и дело. И поэтому я запинаюсь даже что-то начинать говорить, потому что я вижу, что они начинают как-то мимикрировать, скажем так, вдруг. Вдруг кто-то где-то начинает, наверное, что-то читать и начинает потихонечку делать какие-то исследования и какие-то нововведения. Поэтому, я думаю, время пришло, по всей видимости. Время пришло, все-таки открыть глаза. Так что огромное вам спасибо, я не буду вас задерживать этими пустыми своими разговорами. Вы только скажите ему, что у нас все записывается, выставляется в интернет, чтобы он понимал, что мы открыты. Противоречить-то тут не о чем. Ну, прежде чем я же говорю, я обязательно ему скажу, что, пожалуйста, выйди, Володя, посмотрите, что это за человек. Ознакомься сначала. Потому что нужно знать, с кем разговаривать. И это определенно то, что он у меня очень долго спросил. Очень долго. Я могу даже тут порядок изменить и к утру вот этот наш разговор выставить. К утру. Потому что у меня по очереди больше недели уходит, пока ролик подойдет. Мы готовы большие материалы. Я вел беседы, нашу деревню строим. Тематически. Дорога там, допустим, щелы. Вот такие вот. И сейчас попросили, чтобы это озвучить. Не в Word было, а в видео. И вот мы сейчас 123 ролика готовим. Дай Бог вам здоровья. Вот вы когда увидите, там называется занятие в Потеряевке, вы такое там встретите. Я сегодня сам насчитывал, как будто я первый раз вижу. Какие откровения Бог дает? Откровения в самом высоком смысле. Они на Ютубе? Потому что я кое-что смотрела. На нашем Ютубе, на канале. А, на канале. Окей, да. Они на канал выходят и уже выходят. Ну а какие там смотреть надо? Это будет 123 ролика занятия в Потеряевке под названиями. Пчелы, дорога, преображение, Рождество, Ангелы. Вот такие вот. Угу. Очень полезно. Очень полезно, конечно. Да. Хорошо. Огромное спасибо. Все. Значит, я завтра вам сбрасываю ссылку, о чем мы договорились. Да. Ну, буду надеяться. Все. Огромное спасибо. Хай, Господь благословит. Е. Счастливо. До свидания. До свидания.